Ребят, всем привет, с вами Джампы Макс и в этом видео я расскажу вкратце о том, что нам показал Xbox на E3 2019. А также расскажу вам более подробно о некоторых вещах, о которых почему-то на самом шоу не рассказали. И давайте начнем. Нам на презентации показали новый кинематографичный трейлер Cyberpunk 2077. Объявили наконец-таки дату релиза. Игра выйдет 16 апреля 2020 года. В конце трейлера нас ждал сюрприз в виде Киана Ривза. Он будет одним из персонажей игры. Плюс после презентации стало известно, что игра получит полную русскую локализацию. Да, ребят, и озвучка, и субтитры будут на русском. Показали новый проект от новой студии Ninja Theory под названием Bleeding Edge. Вы можете убить меня на мой английский. Игра представляет собой Action Fighting 4x4. Не совсем понятно, какой будет игра, но 27 июня у всех будет возможность поучаствовать в бета-тестировании. Ссылка на тест будет в описании. Показали трейлер весьма интересного и в то же время капец, как похожего на Outlast проект под названием Blair Witch. Выйдет он 30 августа и сразу же появится в Xbox Game Pass. Показали новый трейлер Ori, в котором стала известна дата выхода, а именно 11 февраля 2020 года. И новый трейлер Battletoads. К сожалению, игроки не оценили дизайн новых жаб и задизили трейлер. Да и в принципе никто не остался в восторге от данного проекта. Напишите, кстати, в комментариях, как вам новые боевые жабы. Понравились или нет. Показали новый проект во вселенной Minecraft. Заанонсили Xbox Game Pass на ПК за 10 баксов. И запустили в продажу Xbox Pass Ultimate, который включает в себя Xbox Game Pass для ПК, Xbox Game Pass для консоли и Xbox Live Gold. Подписка на месяц будет стоить около 900 рублей. Также в связи с этим объявили, что в Xbox Game Pass появятся вот эти игры. Как по мне, за метро это вообще отдельный респект. Также показали трейлер Симулятор полетов, выходящий в 2020 году. Трейлер переиздания Age of Empire 2 на ПК. Новый трейлер Westland 3. Трейлер игры Dying Light 2. И трейлер нового дополнения Forza Horizon 4 в тематике LEGO. Как по мне, даже очень ничего выглядит. Помимо этого, показали достаточно японских и инди-игр. Некоторые из которых показались действительно интересными. Также заанонсили новую игру из серии LEGO. Star Wars The Skywalker Saga. В игре будет 9 эпизодов и выйдет она тоже в 2020 году. Что-то реально много игр в 2020 году анонсировали. Объявили о покупке новой студии Double Fine, которая разрабатывала игру Brutal Legend. И показали продолжение знаменитой игры. Также показали трейлер временного эксклюзива Xbox One Crossfire X. Над сюжетной компанией, которой работают Remedy. Показали два трейлера Gears 5. Один простой кинематографичный, а другой о новом режиме под названием Побег. К сожалению, сам игровой процесс этого режима показался не таким интересным, как это было показано в трейлере. Рассказали немного об xCloud. Выйдет он в октябре этого года и будет работать по следующему принципу. Если у вас есть консоль, то значит при помощи нее вы сможете играть в любом месте, в любое время в игры Xbox One. Для игр потребуется лишь интернет. А маленьким серваком для игр будет являться ваш Xbox. Помимо этого, Microsoft показала вторую версию элитного контроллера. Который будет обладать встроенным аккумулятором на 40 часов, прорезиненными рукоятками, Bluetooth'ом, Type-C и разъемом. Будет иметь более гибкую систему настроек кнопок. Теперь на одну кнопку можно задать целый макрос. Курки можно будет настроить так, чтобы угол нажатия кнопки стал короче. И тем самым позволить игроку более быстро нажимать на кнопку. Кстати, части данного геймпада слили уже давным-давно и слух о новом геймпаде все-таки подтвердился. Вторая версия геймпада будет стоить 180 баксов. Также показали новый кинематографический трейлер Halo Infinite. По слухам из сети, новая часть это перезапуск франшизы. Но исходя из трейлера, непонятно какой будет игра и известно лишь то, что будет новый движок. А также, что она выйдет и на новый Xbox. Ну и в сети появился вот такой бокс-арт. Ну и самое интересное, как всегда напоследок. Нам рассказали первые подробности нового Xbox. Он будет иметь кодовое название Xbox Scarlett. Да, слухи подтвердились. По рассказам она будет в 4 раза мощнее, чем обычный Xbox One. И будет иметь поддержку до 120 кадров в секунду и разрешение 8К. Выход консоли намечен на конец 2020 года. И на этом все. Презентация шла полтора числа и исходя из комментариев на стриме, то ребятам презентация понравилась не так сильно, так как ожидали больше, чем показали. Если говорить объективно, то презентация вышла на самом деле крутая, насыщенная и все полтора часа были исключительно по делу. Болтовни почти не было, одни игры и игры весьма неплохие. О том, что мне понравилось, о том, что не понравилось, мнение об подписке, о новом Xbox и оправдала ли вообще презентация моих ожиданий, расскажу вам в следующем видео, поэтому не пропустите. На этом у меня все. Не забывайте поддерживать меня лайками, писать свое мнение в комментариях насчет презентации, а также подписываться на канал. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.